всем привет ребятки судя по вашим комментариям и по просмотрам рубрика битвы бургеров вам не заходит поэтому я ее закрываю в этом видео мы открываем новую рубрику надеюсь вам понравится смотрите до конца там самое интересное погнали Юрий значит я делаю обзоры на бургеры вы их видели но я тут подумал я сам готовить бургеры не умею было бы круто если бы я научился готовить вот прям как вы меня научили показали как можно делать крутые бургеры да смотри саш только мы об этом договорились заранее поэтому не надо типа мы только сейчас пришли и мы все подготовили давай начнем начнем все с того что перчатки обедем правильно да итак мы подготовили ингредиенты это булочка измеченная конечно же уже заранее black star бургер мы ее сейчас поджарим у нас есть два вида как ты помнишь мы будем готовить классику правильно классику два вида салата лук красивые две помидорки четыре кусочка огурчика и фарш 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 я думаю чего не хватает фарш ты же помнишь фарш воздухом насыщаются ух понимал да фарш значит что мы с ним сделаем мы кладем фарш на это мой правый ну вводить на пергамент я просто говорю ты будешь повторять я сделаю потом ты делаешь сделаем из фарша котлету ну и так выравниваем сейчас ловарки свои ого она тяжелее чем кажется прям до давим угу сильнее сильнее еще все тоже ничего она оказалась намного проще о есть красота не надо подправить чтоб красиво было на самом деле это реально даже такая простая штука сложнее чем кажется движение такое повторишь ну все а пока приготовим соус значит соус простейший саш кетчуп это который у нас хирменный да так как мы будем делиться с тобой давай сделаем соус на двоих и майонез это я могу делать хоть везде в общем классический тысяча островов практически соус кетченес тысяча островов помешали все поставили это на два бургера поджарились наши булочки ну приблизительно вот так вот саш классно да ну да это нормально ах пахнет ну и теперь собираем бургер только нижнюю пока так ну пока с булкой все ясно хочу посмотреть как там моя котлета короче секретный ингредиент это трюфельное масло пока его нету в мой трюфельное масло немножко капаем вот так вот хватит сейчас я смешаю смотри в принципе это то что делает наш бургер это black star бургер black star бургером трюфельное масло но саша не говори это самый ответственный момент вообще жарить котлету это самое стрёмное намазал положил все просто а котлета жарите чтобы она была сочная чтобы вот бургер и был вот именно тот которым он и славится вот это надо не запороть вот это знаешь что аа бекон да это наш бекон из индейки смотри на самом деле это нифига не бекон мы называем его беконом просто для привычки это копченая индейка кладу ее на жаровочную поверхность снимаю ни масла ничего? нет как многие думают какое-то масло надо никакого масла ничего не надо а за счет чего? а? а за счет чего сок? за счет него сама котлетка жирная у нее есть жир когда говорят мраморное мясо что обозначает мраморное вот это жирность или что? да это тот самый жир который формируется в мраморном мясе в стейке он как бы формируется при росте да смотри жарим где-то секунд 30 и переворачиваем после того как мы перевернем мы посыпем беконом почему мы так делаем специально для того чтобы бекон не вылетал оттуда вот приблизительно сейчас переворачиваем ой по-моему котлетка сузилась смотри ну да она уменьшилась и сыпем немножечко бекончика прям сразу? да прям сразу и сыр ставим сыр и закрываем клошем чтобы он запечатался а в это время в это время мы быстренько быстренько собираем бургер в целом она готова кладем ее сюда мы мажем верхнюю булочку пока не забыли вот он давай ты теперь свою котлетку пожарь это реально ты понимаешь все ответственность что сейчас можно запороть а если неправильно пожарю? ну я ж все показал все погнали? давай а ну пока жарится а я вот здесь вот могу быть да ты можешь сейчас уже собирать раз два а что там у нас блин это реально сложно когда надо быстро стой 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 лук вот так вот это уже будет под копирку мы не такие так теперь еще чуть-чуть сыр закрывай клошку поскольку я давай я тебе пройти ранее сделать теперь у меня есть куча времени чтобы дождаться котлету и никуда не торопиться ассистент поднос готова наша котлетка надеюсь ух финальная стадия все равно мне кажется смотри как рассчитали на два да такие бургеры у нас получились но это не конец Юрий это не все что я от вас хотел я хочу чтобы сейчас мы их порезали с вами и отнесли случайным прохожим дали попробовать и чтобы они дали оценку у кого вкуснее ну а как мы их будем различать? вот это мой ну флажки у нас есть давай флажок вот этот тебе вот этот мне давайте мы по-честному на суэфа ну вот твой вот твой флажок вот мой нет? ну ладно давай поехали камень а ну ладно давайте камень, ножницы, бумага раз-два-три 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 аааа ну ладно ну красивый цвет в принципе я его и хотел ну чё погнали посмотрим чей вкуснее если честно это мы просто вообще экспериментальная проба и я даже не знаю что из это выйдет сейчас буду подходить к кому вот вообще угодно здравствуйте девушка вы уже поели? да, мы уже поели ааааа смотрите значит у нас есть два бургера нужно попробовать кусочек и сказать какой из двух вкуснее попробовать один и попробовать второй вот этот снято или вот этот этот вкуснее? один голос от девчонок уходит мне и блин я счастлив ну это конечно еще не вечер но надеюсь дальше будет так же все да по любому будет погнали ну ладно один один спасибо ну сейчас сравнялся пока но еще есть два кусочка и у нас есть еще шансы блин я реально нервничаю первый да? два балла мне один балл Юрию класс спасибо ребят мой оператор решил приколоться надо мной и достал флажки и я сейчас должен попробовать эти бургеры и решить какой из них вкуснее не знаю где чей это по-моему вообще хуже всего но пока счет 2-1 сейчас посмотрим либо я выиграю либо ничья не по вкусу вот это вкуснее здесь как будто слишком много индейки немножко не такой вкус но у этого мне больше понадобится вкус ладно признавайся где мой? да? натуре? не шутишь? ну Юрий извините я выиграл ну что ж друзья в этот раз победу обержал я но в принципе я думаю вы прекрасно сами понимаете что это дело случая и это конечно же не объективное судейство но фишка то и не в этом это все делать для того чтобы определить проигравшего который в следующих роликах будет выполнять задание какое? вы мне об этом напишите в комментариях что должен сделать проигравший и точно так же вы должны написать в комментариях кого мне пригласить в следующий выпуск пишите свои задания в комментарии и автору самого крутого задания в конце месяца я сниму видео привет от артиста Blackstar а от какого артиста это уже будет маленький сюрприз а на этом у нас все поэтому не забывайте про подписочку про комментарии про колокольчики лайки все как обычно увидимся с вами в следующем видео всем пока 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 пока